Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Быть или не быть – вопрос строительства съезда на шоссейной стал главным во время встречи жителей хосты с главой города. Перешли не таку на границу из любопытства. В Сочи задержаны туристы из Перми, отдыхающие в Абхазии. К каждому аттракциону, особенно водному, свое место. Власти Сочи инициировали проверки всех пляжей курорта. 2000 комплектов школьной формы вручили детям из семей в трудной жизненной ситуации. Лига женщин провела благотворительную акцию. Вениамин Кондратьев ответил на вопросы кубанцев в приемной президента. Там губернатор края провел встречу с жителями по поручению главы государства. На прием приехали люди из разных районов. В числе заявители Александр Потетько из станицы Ленинградской. Свой дом на переулке Победы мужчина, как и другие его соседи, вынуждены отапливать дровами. При том, что газ подведен к населенному пункту. А решить в одиночку эту проблему у жителей улицы не получилось. Деньги мы собрали. Их не хватает на прокладку газопровода низкого давления. В 2016 году край нам деньги не выделил. В 2017 тоже. Почему у нас в прошлом году, позапрошлом на эти цели деньги не были? Евгений Владимирович, мы делаем то, что в 2016 году нам выделяли по линии министерства сельского хозяйства 10 миллионов нападающих газопроводок в поселку. И звезда его выполнили. А это в станице Ленинградской. Вот только отработается такая возможность. И нам министерство сельского хозяйства пошло встречу. И в эти деньги выделяются. Мы и должны забывать про жизнь. Простых селян. Самое сложное – газ дошел до населенного пункта. А коллеги, здесь давайте дальше делать все, чтобы он дошел и в дома. Программа. Все. Это основная задача. Поэтому министерство сельского хозяйства, программа еще раз посмотрите на следующий год. И вот газификация дворов, чтобы на самом деле была не только на бумаге, а в реальной жизни. Ирина Якунькина, воспитатель из станицы Федоровска, Ардинского района, в приемную президента обратилась от лица всех жителей. В их главном месте досуга Доме культуры прохудилась кровля. Местные власти посчитали на ремонт нужно около двух миллионов рублей. Я живу рядом с клубом и вижу это все. Там сделано очень много работы. Окна поставлены, двери, проведено отопление везде. Но у нас одна проблема – крыша. Помогите нам с этим вопросом. Коллеги, я, знаете, честно хочу сказать, я согласен, что хватает проблем у каждого муниципалитета. Но с крышей, коллеги, позвольте заметить вам, что уж можно самим как-то разобраться. Два миллиона – это, понятно, сумма, но в то же время это не тот повод, чтобы они доходили до губернатора края. Или тем более до президента. Но уж можно два миллиона своими средствами как-то уже и изыскать. Вы правильно вопрос поднимаете. На самом деле, небольшие деньги. Я уж понимаю, знаете, это хуже некуда, когда вот крышу перекрыть уже должен или губернатор, или президент. По заверениям местного главы, капитальный ремонт крыши подведут до ноября этого года. К этому же сроку должны достроить и модульную котельную в станице Тимижебекской. Об этом на приеме граждан узнала Светлана Сикорская из Кавказского района. А значит, у местных жителей горячая вода будет круглый год. А по просьбе любого перепеча из хутора Гречаной Балки до конца этого года по поручению губернатора построят многофункциональную спортивную площадку. Елена Всецина, телекомпания «ФКТ». Быть или не быть – вопрос строительства съезда на улице Шоссейная встал во время встречи жителей хостес главой Сочи. Сегодня Анатолий Пахомов приехал туда, чтобы разобраться в ситуации в микрорайоне «Звездочка». Подробности у Татьяны Говорковой. Желтый забор на улице Шоссейная появился меньше месяца назад. Но возведение опорной стены для строительства съезда к строящемуся дому началось еще в 2015 году. По закону подъездной путь должен быть к каждому домовладению, но жители микрорайона «Звездочка» обеспокоены. Дело в том, что будущий съезд будет проложен по тротуару, который уже больше 30 лет связывает их дома с инфраструктурой. По этой дорожке ежедневно в школу ходит более 800 детей микрорайона «Звездочка». Транспортного сообщения между «Звездочкой» и «Костой» – это школа, вокзалы, больница. Не существует, да. То есть у нас в «Косте», вернее на «Звездочке» только магазин. Жительница дома на шоссейной 5А Лариса Манисова рассказывает еще об одной проблеме. Тротуар не освещается в вечернее время. Эта пешеходная зона никогда ранее не ремонтировалась. Для удобства жителей собственник строящегося домовладения уже проложил брусчатку. Кроме того, строители съезда утверждают, появятся фонари и безопасности жителей ничто угрожать не будет. Съезд носит локальный характер и 15 метров из почти полукилометровой зоны никак не сказывается на пешеходную доступность. Так ли это? Сегодня проверил глава города Анатолий Пахомов объяснил жителям микрорайона «Звездочка» причину возведения съезда. «Ситуация такова. Профсоюзы продали свою территорию. И эту территорию поделили на участки перед продажами. А дальше? Раз уже не продали, и у человека появилась земля, администрация обязана предоставить возможность прохода и проезда. Если этот проход и проезд будет территория даже общая, либо частная, то администрация обязана накладывать сервиту. Эта же территория – исключительно частная собственность. Тому доказательства и судебное решение. Несмотря на это, хозяин домовладения со своей стороны обеспечивает безопасность на пешеходной зоне. На данный момент другого варианта подъезда к стройке нет. То, что был, по другую сторону дороги. По решению суда перекрыт хозяевами этого дома. Но жители считают это неправомерным, и дело находится на рассмотрении в краевом суде. Может быть решение суда. Какое оно будет, я не знаю. Как только оно будет, а оно может проходить несколько инстанций. Если оно будет, мы сразу же можем в первитут наложить. Во всей вероятности, его будем когда-то на насладывать. Потому что к этому зеленому дому, они говорят, тоже прохода нет. Вопросами правомерности перекрытия альтернативного проезда занимается прокуратура и суд. И до окончательного принятия решения строительство дополнительного съезда на шоссейной будет продолжаться. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. На Кубани появится спортивная школа-интернат. Об этом сегодня заявил Вениамин Кондратьев. Глава региона в канун дня физкультурника встретился с мастерами спорта, выдающимися тренерами и преподавателями. Школу-интернат для будущих чемпионов планируют открыть в Краснодаре в районе баскет-холла и Ледового дворца. Жить там и заниматься различными видами спорта будут около 300 детей. Это будут лучшие из лучших, которых отберут со всего края. Как отметили на совещании, в регионе растет мода на здоровый образ жизни. Почти половина населения Кубани занимается физкультурой, а более 200 тысяч детей посещают спортивные секции. И со своей стороны краевая власть создает для этого все условия. Для нашего края спорт – это не просто приобщение молодежи к физической культуре. Это такая региональная идея. Она в том числе лежит и в основе молодежной политики в регионе. У нас не спорт ради спорта. У нас спорт должен быть образом жизни, потому что поговорка, которая была в моей юности – «в здоровом теле, здоровый дух». Вот сегодня здорового духа отчасти, может быть, и не хватает. Но, тем не менее, мы здесь с точки зрения спортивной подготовки не останавливаемся, особенно в части спорта общей доступности. Это для нас очень важно. Спорт высоких достижений, конечно, это гордость, это замечательно. Но большой спорт без массового спорта не может быть, потому что есть те ручейки, которые формируют огромную реку наших олимпийцев в том числе. У нас действительно создана сильная, мощная спортивная материальная база. И сейчас она создана в основном в районных центрах и в центре нашего Краснодарского края. Но мы сейчас 20 малобюджетных спортивных комплексов строим именно в крупных станицах, где тоже, кроме фактических спортивных залов при школах, ничего нет. Там проживает 10, 15, до 17, до 20 тысяч человек. Тех, кто внес свой вклад в развитие спорта на Кубани, Вениамин Кондратьев отметил наградами. Медали за заслуги перед Отечеством второй степени был удостоен ректор Кубанского университета физкультуры Султан Ахметов. А директору Центра олимпийской подготовки Ирине Гаврик присвоили звание заслуженного работника физической культуры России. Спорт – это наша целая жизнь. И мы учимся, и дети учатся преодолевать трудности, учатся победам, поражениям. Вообще в жизни только трудности учат чему-то, а награды, победы, они просто придают сил, понимаешь, что все это не зря. Во всех районах Кубани построили 572 спортивные площадки. В основном они расположились в небольших станицах и поселках. С начала этого года по всему краю заработало почти 60 воркаут и скейт-парков. А сейчас по поручению губернатора разрабатываются типовые проекты спортзалов для сельских школ. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галопом до финиша скачки на приз губернатора прошли на Краснодарском ипподроме. Жакеи разыграли 3 миллиона рублей. Главное скаковое событие года собрало тысячи людей. Законными баталиями следили глава региона, председатель законодательного собрания края, вице-губернаторы. В этот день состоялось 8 заездов. Победителем главной гонки стал жеребец по кличке «Ролекс-Ах». Его жакеи из Курганецкого района получил из рук губернатора главную награду. В этот день наездники боролись. И за приз законодательного собрания края победителей поздравил глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Владимир Бекетов. Мы делаем все, чтобы конный спорт на Кубани был по-настоящему популярным, массовым и доступным. Сегодня создаются условия для занятия в конных спортивных школах. И в них сегодня занимается уже около тысячи кубанских мальчишек и девчонок. У нас создаются тренировочные базы. У нас замечательные наездники и тренер. Мы делаем все, чтобы Кубань стала ведущим центром коневодства в России и конного спорта. В мае 2005 года законодательное собрание края приняло постановление о поддержке развития чистокровного конезаводства на территории Краснодарского края. И учредили соответствующий приз. За эти годы у нас появились новые конюшни, новые замечательные конзаводы, много стало частных владельцев, много лошадей стало на дорожках ипподрома. И вам, нам, всем здесь присутствующим, очень интересно стало смотреть на эти соревнования. Скачки переурочили и к предстоящему юбилею 80-летию Краснодарского края. Эта тема легла и в основу театрализованной постановки. Для зрителей выступили лучшие творческие коллективы города и уже по традиции прошел конкурс дамских шляпок. К другим новостям. Пограничники в Сочи задержали двоих туристов из Пермской области, которые из любопытства перешли российско-абхазскую границу. Мужчины приехали на отдых в Абхазию со своими семьями. В один из дней отцы семейства отправились изучать окрестности приграничного поселка Гячрипши и вышли к берегу реки Псоу. Один из мужчин предложил перейти в горную реку и посмотреть, как выглядит морское побережье на той стороне. Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники. Сотрудники Краевого погрануправления объяснили нарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Мужчин задержали. Туристы привлечены к административной ответственности за нарушение режима госграницы. Обоим назначены административные штрафы. Накануне поздно ночью в Сочи сгорели сразу три машины. Информация об этом появилась на одном из сочинских блогов. На видеозаписи, которую сделал один из очевидцев, видно, как полыхает автомобиль. Все происходит на улице Ленина в Адлере. На кадрах виден лишь один автомобиль, но, как сообщают очевидцы, выгорело две машины на Ленина и еще одна на Голубых Далях. И все это в одну ночь. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но, как видно, на этом фото автомобили выгорели полностью и восстановлению не подлежат. Также автор видео подчеркнул, что все сгоревшие машины с иногородними номерами. Ребенок в больнице. Следственный комитет проводит проверку. Так иногда заканчивается нелегальный прокат гидротехники. Несколько дней назад именно так трагически закончилось катание 13-летней девочки на гидроскутере в Геленджике. В связи с этим власти Сочи инициировали проверки пляжей. В погоне за быстрые наживы недобросовестные предприниматели порой совсем не заботятся о безопасности отдыхающих и работают с грубыми нарушениями. С этой проблемой специалисты администрации города и сотрудники госинспекции по маломерным судам сталкиваются ежегодно. Был случай в начале купального сезона в поселке Лазаревское. При буксировке плюшки. Были допущены какие-то ошибки судоводителя. Пострадала девочка. Попала в больницу. Следственный комитет занялся этим вопросом. Самое распространенное нарушение – так называемый незаконный заход в зону купания. Это угрожает безопасности отдыхающих. С целью выявления нарушителей, привлечения их к ответственности, а также устранения последствий нарушений, инспектор ГИМС и сотрудники администрации регулярно проводят специальные рейды. В этот раз они выехали на побережье в поселок Волконка. Нарушения были обнаружены довольно быстро. В зоне купания находились гидроциклы, а на гальке своих клиентов ожидали банан и так называемая плюшка. Нарушения как везде и всюду всегда присутствуют небольшие, незначительные. Нас предупредили. Будем заниматься сейчас устранением всех недостатков и дальше уже по существу продолжать работу абсолютно безопасную. На первый раз инспекторы ограничились незначительным штрафом 300 рублей. За повторное нарушение – 500 рублей. Если это не поможет, судоводитель будет лишен водительской лицензии. Намного жестче спрос предпринимателей. Арендатору пляжа, на котором выявлено нарушение, грозит расторжение договора аренды и привлечение к административной ответственности за ненадлежащее предоставление услуг. Из Москвы в Сочи будут курсировать дополнительные поезда. Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих с курортов Черноморского побережья с 19 по 31 августа назначены дополнительные поезда. Направление Москва, Санкт-Петербург и Киров. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте РЖД. В разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационного центра. 8 800 775 400. В Сочи поздравили строителей. Представители этой профессии по традиции вот уже более полувека. Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник. Строители чествовали в зале органа и камерной музыки. Ну а наиболее отличившиеся получили благодарность от руководства курорта. В зале представители, как ее часто называют, самой мирной из всех профессий – строители, архитекторы, подрядчики, инженеры, рабочие. Сегодня они принимали поздравления от руководства города. Отличившиеся представители отрасли получили благодарственные письма за труд на благо города. Ведь во многом благодаря усилиям строителей Сочи стал одним из самых красивых курортов мира. Это город, в котором комфортно не только отдыхать, но и жить. И естественно, что город не может стареть. И, наверное, мы совершенно не остановим строительство жилья. Но точечного жилья точно не будет. И тому, чтобы сегодня строить, нужно идти по пути, который мы уже пошли. Это создание проекта планировки территории. За последние годы, наряду со строительством олимпийских объектов, у нас активизировалась работа по строительству социальных объектов. Социальных объектов действительно построено за последние годы очень много – больницы, школы, спортивные площадки, детские сады. Так, например, 1 сентября откроется школа и детсад в Верхней Беранде. Строится детский сад и в ЛАО, а также в Совет Кваджи. В этом году будет сдан блок для начальной школы на 400 мест на территории школы номер 100 в Адлере. Кстати, доверяют такое строительство только самым ответственным компаниям, на счету которых ни один соцобъект. Для строителей, каждого строительства, это очень ответственно. Потому что, если мы что-то строим, в первую очередь мы думаем, что там будут люди, дети, пожилые. Тем более, сейчас у нас школа, это начальная школа до четвертого класса. Продолжается и строительство новых квартир для переселенцев из Ветхого фонда. Заветные квадратные метры по итогам нескольких лет получили около тысячи сочинцев. Дома строятся самого высокого качества, а это значит, послужат не одному поколению сочинцев. Весь объем полностью за три года выполнена именно нашей компанией. Сейчас мы приступаем к строительству детского сада. И в процессе мы выделяли квартиры ветеранам Великой Отечественной войны. Также большое внимание в Сочи продолжают уделять объектам спортивной инфраструктуры, ремонту дорог, строительству новых детских площадок, газоснабжению и прокладке ливневых коммуникаций. Ну а что касается соцобъектов, то темпы город не намерен сбавлять. На следующий год запланировано строительство еще четырех школ и стольких же детских садов. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Благотворительная акция прошла в Сочи накануне. Назвали ее «Полет добра и детства». Детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вручили две тысячи комплектов школьной формы. В эти дни подготовка к предстоящему учебному году в самом разгаре. И по уже сложившейся традиции городская общественная организация Лига женщин «Мост добра» оказывает поддержку тем, для кого в силу разных жизненных причин новая школьная форма не по карману. Очередная акция проходила в творческой атмосфере. В Зимнем театре была организована выставка работ учащихся с сочинских школ искусств. В городе Сочи все-таки творчество у нас очень хорошо развитое, у нас хорошие преподаватели, которые занимаются с детками. Причем это же все дошкольное и внеклассное образование. То есть дети ходят бесплатно, занимаются, и у них уже такие достижения. Это очень приятно. Форму вручали во время концерта. Организаторы учили и то важное обстоятельство, что практически в каждой школе своя форма. Школьники вместе со сказочными героями участвовали в дефиле под известные детские песни, которые исполнил автор-композитор Григорий Гладков. Все посвящено тому, что взрослые дети вместе. Посвящено идее того, что взрослые ответственны за детей. И я часто говорю, воспитывайте своих детей так, чтобы они могли сказать, как и мы, за детство счастливое наше. Спасибо, родная страна. В ближайшее время Лига Женщин Мост Добра при помощи меценатов планируют вручить еще 500 комплектов школьной формы. 14 августа начинается Успенский пост. В этот день церковь празднует происхождение честных древ животворящего Креста Господня. В народе же этот праздник известен как Медовый Спас. Именно он открывает цикл трех августовских торжеств, соединивших в себе церковные традиции и народные обычаи. Медовый Спас является первым днем самого короткого и строгого Успенского поста. В этот день православные совершают крестный ход во время торжественной литургии. Главной же частью церковной службы становится вынос креста в центр храма. В течение всего дня верующие могут поклониться святыне. А еще священнослужители проводят обряд малого водосвечения. Освящают корзинки с дарами, которые приносят верующие. В основном в них мед. Освященный нектар становится еще более целебным, верят православные. В народной традиции праздник получил название «Медового Спаса», потому что именно к 14 августа соты заполняются медом и пасечники приступают к сбору меда. Считается, что в этот день каждый обязан съесть хотя бы несколько ложек меда. К слову, Успенский пост предваряет праздник Успения Богородицы. А Медовый Спас предшествует Яблочному и Ореховому. В августе по очереди идут три православных праздника, последующие 19 и 29. Пост – это не только отказ от пищи животного происхождения, напоминают священнослужители. Важнее, отмечают в церкви, не скандалить и не ссориться с близкими. В Сочи по-прежнему жарко. Сегодня на градуснике снова выше 30 градусов. Люди спасаются как могут. Такая вот ситуация произошла рядом с городским УВД. Вот эти кадры, снятые в субботу, набирают популярность в интернете. Фонтан возле памятника Петру Первому – это, судя по всему, нетрезвая парочка – превратила в джакузи. Мужчина и женщина купаются, здесь же выпивают. Ну а автор видео со словами, что у нас здесь очень хорошо, приглашает всех на отдых в Сочи. К слову, по данным Управления гражданской обороны и защиты населения, в Сочи 15 и 16 августа прогнозируются сильные дожди с грозами, возможные усиления ветра, подъемы уровня воды в реках. Спасатели рекомендуют принять необходимые меры предосторожности, а также воздержаться от отдыха у водоемов. В случае возникновения ЧАЭС звонить с мобильного по номеру 010. Километр прямо вверх в Сочи пройдут соревнования по скайраннингу. Спортсмены со всей России соберутся на курорте, чтобы покорить вертикальный километр. Этап Кубка России по скайраннингу пройдет на курорте «Роза Хутор» 2 сентября. Организаторами соревнований выступают Федерация альпинизма России Краснодарского края совместно со спортивным клубом Сочи. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров с перепадом высоты 1 километр. Состязания пройдут в нескольких категориях от 14 до 44 лет и от 45 лет и старше. Также предусмотрены специальные семейные старты для родителей с детьми в возрасте до 13 лет. Для того, чтобы стать участником соревнований, необходимо до полудня 1 сентября пройти регистрацию на сайте или зарегистрироваться до 8.30 утра на «Роза Хутор» в день проведения стартов. И в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валя Денталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Центр доктора Бубновского в Сочи поможет вернуть здоровье позвоночнику и суставам, индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.